всем привет как всегда благодарю вас за то что смотрите эти мои монологи слушайте их и пишите комментарии под роликами комментарии эти читать мне интересно на самом деле я не вру не на все успеваю ответить потому что но не хватает времени порою очень много работы потому что для того чтобы записывать эти ролики мне нужно зарабатывать деньги а для этого нужно работать и тратить на это большое количество времени хотя моя работа мне нравится я ее безумно люблю и это вся моя жизнь вот так вот моя жизнь это работа об этом я спел в песне под названием работа не волк если кому-то интересно есть ролик про мою пластинку под названием экстрада точнее не моё а группы гарина гиперболоидов которые я имею честь играть работа не волк она не убежит работа это ты очень много разговоров про мелодии про музыкантов характеристика которых сводится к одному он прекрасный мелодист ну и что но прекрасный мелодист прекрасных мелодистов такое количество на земном шаре их столько а мелодии которые они написали еще больше сотни тысяч и мы слушаем эти мелодии они вокруг нас постоянно звучат изо всех мест в том числе из домашних наших приспособлений для прослушивания музыки мелодия мелодия дали что но мелодия мелодия штука такая очень много мелодии ведь таких поверхностных вроде бы красивых все правильно сделано очень красиво замечательные там переходы и гармонические мелодические но это ведь дело ремесленное я знаю лично очень не очень много но достаточное количество композиторов которые профессионально занимаются написание музыки и эту музыку мы с вами все слышали даже я не буду называть имен чтобы так корректно все таки быть корректным немножко эту музыку мы слышали но от нее мало что остается в душе в голове от чего-то остается от чего-то не остается да но эти мелодии они покупаются они транслируются они звучат и многим это нравится и мне в том числе нравится даже да но не остается внутри уходит это профессиональная работа и человек который в общем достаточно хорошо знаком с теорией музыки он в принципе может сесть и профессионально заняться написанием мелодий к творчеству это отношение на мой взгляд не имеет эта работа профессиональная такая серьезная сложная да нужно долго учиться чтобы это делать и вот этот шквал мелодий на нас выливается и все и потом мне говорят что это замечательный музыкант какой-нибудь там западные да рок как бы музыкант что принесла но зато он прекрасный мелодист ну что еще раз повторюсь я знаю и в москве и в санкт-петербурге массу людей ну не так уж массу да я повторюсь на но достаточное количество людей прекрасных мелодистов которые садятся дома и пишут за деньги прекрасные мелодии которые звучат повсюду мелодия мелодия ведь штука такая мелодия которая людям нравится так вот сразу чтобы она запала на мой взгляд это штука ну во первых это драматургическая вещь она создается по законам драматургии хочет того композитор или нет но получается так композитор подходит к этому все-таки с точки зрения теории музыки да а что-то второй пласт создания мелодии да это драматургия то есть мы там имеем экспозицию мы имеем развитие кульминацию финал в конце концов да и это привычно и это для человека как как бы ну легко воспринимается естественно да на естественном таком абсолютно уровне но есть ведь такие вещи которые музыкальные я имею ввиду которые и без мелодии существуют да и написаны и не выстроены по законам драматургии классическим там трехактной структуры да будем говорить таким языком например вот возьмем джаз возьмем вот эту пластинку замечательную фэрроу сандерс black unity 1971 год говорить о джазе о свободном джазе да если вы если угодно фри джазе да это фьюжи на джаз роке можно долго много и собственно достаточное количество роликов уже есть на этом канале посвященных майлзу дэвису там ормоту коллмана и так далее музыканты берут до мелодические фразы все-таки они есть коротенькие мелодические фразы и разрабатывают их так что в мелодии как таковой вот этой драматургии мелодической и и не так драматургия заключается в другом драматургия заключается в звуке в энергии в подачи в давлении музыкальном в уходе от первоначальной мелодии в другие какие-то музыкальные построения уход из заданной гармонии в другие гармонические структуры я не специалист в теории музыки я ее не знаю более того вообще я говорю просто то что я слышу то что я воспринимаю и вот black unity например я очень советую пластинку для тех кто интересуется музыкой вообще уже это замечательная музыка это очень мощная но опять-таки на мой взгляд но и не только на мой настоящая музыка которая построена не по законам традиционной классической драматургии да здесь ничего этого нет здесь есть басовый грув я извиняюсь за выражение басовый коротенький рисунок бесконечно повторяющийся развивающийся дополняющийся новыми нотами и на фоне бешеной вот этой басовой истории играет группа группа небольшая но убедительная совершенно фэрус андерс тенор-саксофон балафон что такое балафон я расскажу чуть позже марвин петерсон труба карлос альфреда гарнет тенор-саксофон джо боннер фортепиано сисил макби бас контрабас то есть стэнли кларк вам известный второй контрабас норман коннорс ударные вильям хард ударные лоренс келя келян конга ударные балафон балафон и такая штука типа ксилофона только из деревянных дощечек из специального дерева с резонаторами под ними и обладает очень характерным звуком не похожим ни на что другое поэтому название инструмента отдельная балафон и эта вещь одна пьеса музыкальная ну на две стороны разнесена потому что формат винилового диска такой нужно переворачивать до получается из двух частей но на самом деле это одна часть записано сразу в живую все в течение одного дня и вот это просто музыкальное путешествие такое пошлое достаточно выражение на музыкальное путешествие но по-другому и не назвать то есть ты входишь в эту штуку в этот басовый рисунок и вместе с ним пошел 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 и музыка меняется все время развивается причем бешеный темп это это не там не полеты майлса дэвиса пространные да такие можно сказать эмбентные какие-то такие парение над это не парение над это внедрение в внедрение в в тот мир откуда пошло человечество откуда оно пошло не знает никто у меня есть подозрение что из африки но это мое такое мои ощущения но это внедрение в этот африканский мир причем мир очень древний и естественно подземный потому что это было давно а все что было давно это все находится под землей ну или в космосе вот это уж я не знаю что наверно наверное вообще одно и то же но тем не менее в эти темные темные структуры с бешеным ритмом два контрабаса стэнли кларк вам известны в том числе здесь играет и идет не то чтобы в разнос потому что все-таки очень структурировано в смысле взаимоотношения музыкантов между собой все друг друга слышат все все играют вместе никто ничего лишнего не делает хотя все играют очень много безумно яростное соло на саксофоне сандерса с хрипом со свистом со всеми делами с яростью невероятной и вот эта тьма в которую мы входим она начинает сверкать внешне сверкать вспышки сверкать какие-то полосы огня огненные столбы разноцветные поднимаются невероятная перкуссия ну три ударника все-таки ударная перкуссия два балафона вот этих вот саксофон труба второй саксофон фортепиано которая единственная вещь что-то человеческое здесь такое создает на это фортепиано но как бы склеивает все вот эти вот безумные гонки по джунглям по пустыне по скалам по рекам по горам по каким-то я не знаю по сквозь пейзажи которых мы даже не в состоянии себе представить но при этом сандерс он ведь такой парень авангардист авангардист но он очень мелодичный авангардист к разговору о мелодии и все что здесь сыграно это все очень читаемо в отличие от орната коллмана у которого такие атональные странные совершенно дикие построения мелодические здесь мелодические кусочки они все очень читаем и и понятно и я хотел ну потом я покажу вам расскажу про пластинку африка вот эту сандерса она абсолютно доступна она она в традиционном смысле этого слова мелодично но тем не менее авангард на вот что удивительно но вот это самое black unity я вам скажу это такое просто не продирание сквозь тьму древнего африканского мира а единение с этим миром недаром называется black unity и мы входим в этот мир мы не изучаем его не смотрим на него со стороны не не читаем про него что-то а мы становимся частью этого мира это безумно интересно безумно интересно и скучать просто некогда потому что я повторюсь бешеный темп в диком темпе все играют и это не грузит это не грузит это это входит в кровь в душу в мозг в сознание ты растворяешься в этой музыке и вместе с ней просто вот движешься бесконечное движение ну так получилось что разбита пьеса на две части первая сторона вторая сторона если первая сторона она просто безумно по движению по своему когда одноголосые партии саксофоны и трубы сменяют друг друга потом вдруг духовые превращаются в подобие синтезаторов таких пэдов которые как у брайана и на вдруг внизу появляются вырастают потом уходят обратно и если не знать что это духовые где-то услышать по радио в плохом качестве может показаться что-то синтезаторы там такие какой-то tangerine dream начинается причем на фоне дикой дикой невероятные вот этой игры трех ударников двух контрабасистов и фортепиано которые с бешеными бешеными аккордами и солирующими кусочками партиями одноголосыми все это дело скрепляет вот первая сторона она получилась вот такой а на второй стороне больше больше времени уделено как раз фортепиано и может быть любители традиционной музыки немножко традиционного джаза немножко выдохнуть потому что такие джазовые куски фортепиано и довольно знать довольно длинные довольно пространные но это все вот никуда не девается это все присутствует все грохочет несется звенит звучит дым 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 вот эти балафонные звуки бешеные непривычные нашему уху непривычные но ставший уже привычными потому что мы уже там внутри уже все происходит мы уже понимаем этот язык мы уже научились на нем говорить и можем даже ответить что-то поэтому же языке дайте нам балафон мы вам ответим у нас получится на саксофоне это будет сделать сложнее на фортепиано тоже но вот балафон или какой-нибудь тамбурин и мы с удовольствием включимся в эту игру это очень мощная штука к сожалению фэрол сандерс в 2022 году покинул наш мир больше ничего не запишет уже но пластинок у него очень много и про какие-то из них я расскажу обязательно я не знаю удалось мне рассказать про пластинку black unity ну кроме как вот вот этих восторженных пассажей моих рассказов о бешеном темпе о путешествии в темный мир наполненный при этом светом ничего я другого сказать не могу ну это что музыканты все виртуозы все играют очень здорово очень быстро громко и правильно вот пожалуй так вот black unity до 1971 год очень всем рекомендую тем кто любит джаз тем кто не любит джаз тем кто любит рок тем кто любит acdc вы получите настоящее удовольствие те кто любит назарет в особенности здесь найдут много для себя интересного и полезного пойду пить пока до встречи а